Доброе утро! С вами Надежда Курилина. Цирк зажигает огни. Так называется программа российского государственного цирка. Это часть проекта культурной гастроли флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания». Первыми зрителями программы стали люди с ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных семей и семьи участников специальной военной операции. Ну а мы с вами отправляемся в цирк на генеральную репетицию. Униформа! Ковер постелите сейчас. Мы находимся на манеже на генеральной репетиции представления «Цирк зажигает огни» вместе с художественным руководителем программы заслуженной артисткой России Фатимой Гаджи-Курбановой. Здравствуйте! Здравствуйте! И первый вопрос к вам. О вашей семье ходят легенды, ваш номер, конотоходцы Медниковы, слава о нем дошла и до Хабаровска. Скажите, пожалуйста, вы работаете в этой программе? Конечно, я работаю на канате и работаю уже много лет. Свою деятельность я начала в номере своего папы. Нас семь сестер и, конечно, все сестры работали на канате с папой. Я начала первый раз в Кремлевском дворце съездов. Была декада Дагестана, 40 лет Дагестану, так как мой папа родом из Дагестана. И в пять лет я вышла на сцену Кремлевского дворца, делала шпагат. Это вот моя началась творческая жизнь. Ну и по сей день вот там висят наверху мосты, между которыми растягивается канат. И я работаю на канате уже много лет. С удовольствием. Люблю свой канат, люблю публику. И как бы на самом деле тому, чего научил меня папа, сегодня я передала своему партнеру. Я его, как говорится, с нуля учила, потому как он никогда не работал на канате раньше. Он был акробат. И для него подняться в воздух одно дело, но сделать трюки и без страховки ходить, это, конечно, совсем другое. Это надо много практики. Но сегодня он делает трюки уникальные в номере, которые делал мой Александр Медников, муж. И был первый исполнитель трюков. Сегодня Константин их повторил. И я очень рада, что приехала в Хабаровск. Скажу вам, что я в Хабаровске работала вместе с папой. Мне было 12 лет. В старом цирке я очень хорошо помню. И мне очень приятно приехать сегодня и порадовать зрителя, потому как столько лет меня не было здесь. И для меня какое-то ностальгическое такое состояние. Я вот когда еду, смотрю по улицам, хочу что-то узнать и вспомнить. Получается? Получается. Да, я вспоминаю. Действительно, есть много то, что мне напоминает о городе. Хочу поехать в место, где стоял старый цирк, где рынок. Я помню. Фатима, вы работаете на высоте 7 метров. Вот я не представляю себе, каким образом и какими качествами надо обладать? И как себя поддерживать, чтобы выполнять вот такие трюки вот сейчас? Конечно, это многодневные, то есть многочасовые репетиции ежедневные. И, ну да, мы репетируем по 2-3 часа как минимум. И не обязательно делать вот трюк. Основа – это как азбука. Начинается «А» и кончается «Я», так и в цирке на канате и в любом жанре. Обязательно должна быть какой-то свой особый подход. У нас человек должен бегать по канату. Ну, как минимум по 100 раз, по 150. Зад-перед с полпируэтами, с оборотами, с прыжками. Если человек вот это все делает, тогда ему освоить трюк легче. Фатима, чем будете удивлять хабаровскую публику? Я знаю, что есть номер под названием «Кубанские казаки». Вот, наверное, сейчас как раз джигиты репетируют его. У нас уникальный аттракцион «Кубанские казаки». Основатель и создатель этого аттракциона – народный артист РСФСР Юрий Петрович Мирденов. Вы знаете, это необыкновенный номер, тематический номер. И этот номер покорил весь мир, можно сказать, потому как еще в 1975 году на гастролях, будучи мне вот было 20 лет, и я была на гастролях вместе с Юрием Петровичем. Он уже тогда, на тот момент, руководил своим аттракционом, и проходили в Америке на ура. Это были гастроли по Америке после долгого перерыва 15-летнего. И, конечно, кубанские казаки, они действительно покоряли и Америку, и Японию, Италию, и, конечно, нашего зрителя. Изюминкой нашего номера является легендарная тачанка. Ей уже более 100 лет. Там у нас есть сзади пулемет «Максим». И все это... Номер носит он такой, понимаете, аттракцион этот носит патриотический очень характер. У нас музыка Дунаевского, Фрэнкеля. То есть мы выезжаем под рассвета, и звучит музыка «Полешко-Поле». Как бы казаки собираются на войну. И исполнение трюков... Они... Эти трюки исполнялись казаками кубанскими. В сражении, когда они падали в обрывы и вставали. Юрий Петрович Мирденов, он создал уникальную школу. Школу джигитовки. То есть чем мы отличаемся мы от других джигитов? Это, во-первых, скорости. У нас есть писта. За счет нее лошади очень хорошо ложатся и несутся по манежу. То есть это отличительная черта. И школу джигитовки. У нас... Наши элементы выполняются не быстро, не резко. Они выполняются медленно и плавно. Школьно. Школьно — это значит натянута. Носочки, колени. И все это за счет этого выглядит, как будто человек это делает очень легко. Легко, профессионально, на самом деле. Это очень больших трудов стоит. Это физически огромная подготовка. Вот. И... Но он создал технику. Именно технику исполнения трюка определенного. То есть если ты будешь знать технику, то трюк у тебя будет очень легко получаться со временем, естественно. У нас есть флаг России, который раскрывается. Люди... Вот ребята исполняют колонну. Это лошадь бежит голопом на огромной скорости. И сверху на наездника запрыгивает еще один человек. На ногах стоит и раскрывает флаг. Есть у вас дрессировщики. Дрессировщик собачек, пуделей и боксеров у нас Николай Горковенко. Это уже пятая династия, цирковая семья со стороны папы и со стороны мамы. Мама была тоже дрессировщицей, бабушка и дедушки и все цирковые артисты. Папа был жонглером, его мама тоже была артисткой. То есть это уже большое поколение династии, которые сегодня представляет Николая Горковенко с собачками. Также у нас есть... У нас в программе вообще очень много династийных артистов. Как мы говорим, это дети, которые родились в опилках. Инрика Анаев – жонглер, но его мама работала со львами и папа со львами. Папа тоже бывший наездник на лошадях. Дедушка – дрессировщик, бабушка тоже артистка. То есть получается, дрессировщица все... У нас в программе практически все династийные и где-то 5... У него тоже 5 поколений. Также у нас есть дрессировщица медведей Алия Таксантова. Это тоже династийная артистка. Ее мама работала дрессировщицей медведей. Она создавала этот номер. Папа – клоун и дрессировщик. И сегодня Алия будет представлять на манеже своих медвежат. Есть у нее маленький ребеночек Мишка, Умочка, которого мы все обожаем и любим. Но мне бы хотелось, чтобы Алия вам рассказала немножечко это сама. Потому как лучше ее никто не знает своих детей. Где она у нас? Алия Таксантова. Можно вас на минуточку? Алия, расскажите, пожалуйста, как вы, молодая, красивая девушка, решились на дрессировку с опасными хищниками-медведями? Как они к вам попадают? Ну, на самом деле, я ребенок, рожденный в опилках. И когда такие детки появляются, у них на самом деле нет выбора. Потому что уже они автоматически идут по стопам родителей. С самого малого детства я уже с трех лет была на манеже. На лошадках, там, с собачками выходила. В шесть лет я уже работала свой соло-номер «Халахупы» с собачками дрессированными. С этим номером я объездила практически весь мир. Даже были такие гастроли, когда я уезжала одна без родителей в восемь лет в Южную Америку работать. Со временем мне сделали номер с гусями. Я работала, этот номер, кстати, здесь, в вашем городе, десять лет назад. Я думаю, может быть, кто-то еще помнит этот номер. А сейчас я работаю номер, который остался у меня после мамы. И это было со временем, то есть с самых малых лет, когда мама уже занималась с медведями. Я уже с ними росла, росла. И сейчас это, конечно, мои кровинушки. То есть это не животные, это не подопечные. Это мои друзья, это моя любимая семья. И работаю я с ними по сей день, и буду продолжать. Еще маленький ребеночек, Умочка. Да, очень интересно послушать об этом маленьком ребеночке Умочке. Да, этот сладкий ребенок у меня, она оказалась на руках в одиннадцать дней. Это на самом деле большая редкость, чтобы мишки оказывались в таком возрасте. Я, когда ее увидела вообще первый раз в коробке, я испугалась, думала, боже, что мне с ней делать. Одиннадцать дней, это прям, ну вот, прям вот малышка. И вот, 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 фу, все хорошо, нам четвертый год. И она растет уникальным медведем в плане того, что, во-первых, она какая-то очеловечная, что ли, я не знаю. То есть, она прям человек, я с ней разговариваю, она даже были такие моменты, когда она со мной разговаривала и отвечала мне. Я ей говорю, нянечка, я говорю, ты же у меня любимая, она всегда на меня смотрит и делает так, угу. И просто думаю, ну ты еще заговори еще со мной, и все. Ну, так она дома у нее росла. Она же, понимаете, когда этот маленький ребенок открыл глазки, он увидел маму. Только меня увидела, да. И сосочки кормила, мама медведя. Только ее мама, и когда она росла, то есть, это был мой первый опыт именно в силу такого возраста мишки. И когда уже она становилась таким сознательным медвежонком, мне приходилось ее учить кушать. Разнообразные овощи, фрукты, рыбу. То есть, мне, можно сказать, приходилось с ней это кушать. То есть, сырую рыбу я прям разделывала руками, делала вид, что, ммм, как вкусно. И когда она это видела, что мама ест, она же мне доверяет стопроцентно, значит, можно есть, значит, надо. И она начинала кушать. Но самое страшное, что оказалось у нее перед лицом, это яйцо. Вареное яйцо. Это был вообще шок. Ну, конечно, она поняла, что мама ничего плохого дать не может, она привыкла и теперь кушает все продукты. Мы увидим ее на представлении. Обязательно. Еще хотел сказать, Умочка, она балует ее очень. У нее огромный-огромный вольер, как трехкомнатная квартира. И куча игрушек, и мячики, и чего у нее только. Там и шина, на которой она катается. То есть... Гамак у нее. У нее все. На гамаке, то есть у нас все серьезно. И вы знаете, она когда была маленькая, я с ней тоже играла. Теперь-то, конечно, я к ней не подойду, но она бегала. Вот мы репетировали, а у нас был низкий канат, и она цеплялась лапами. Вот видите, я говорю, даже руками, как ребенка воспринимаем, лапками за канат, прыгала, здесь падала. Ну, конечно, ее мы все очень любим, Умочка. Это наш цирковый ребенок. Цирковый ребенок, да, с языка сняли. Я собираю свой балет, так сказать. Ну, потому что у меня мама работала с девочками. То есть именно школа дрессуру девочек мне ближе. И я работаю с девочками. Одна девочка, Соня, ей 16 лет, она весит 350 килограмм. Лизонька, она где-то 180 весит. Юленька, это две сестры, она где-то 120. И вот нянечка сейчас где-то 80. Меня зовут Нянечка, нянечка. Я вообще Умка зовут, но у меня у каждого из недведи есть второе имя. То есть Соня, она пронцесса, да, там. Юля, она там, люлечка, или там. Лапландия, как-то, ну, вот так, я там с ней начинаю заговаривать. А Нянечка, то есть Ума, это нянька. Ну, вы знаете, мама, память светлая ей, я ее знала и хорошо знала. Она сильная дрессировщица. Она вся с головой была в манеже и среди своих только медведей. Вот знаете, дрессировщица от Бога называется. И действительно, она была такая крутая. То есть медведи, она выходила, и медведи понимали. Она хозяйка. У нас единственный был медведь полтонны весом и два с половиной метра. То есть это были мамами медведи. А там вот стоит папа. Папа вот стоит там. Контролирует. Контролирует, да. Но папа беспокоится всегда. Но он тоже выходит в манеж, как бы там ассистирует. Конечно. Но это все равно спина должна быть необходима, как бы я их не любила, как бы... Хищник. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, подойдите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже в полном гриме, в полном облачении кулунском. Как собираетесь развлекать, чтобы не соскучились наши зрители на представление? Ну, как всегда, будем удивлять, будем делать так, чтобы и взрослые, и дети смеялись, радовались, получали удовольствие от нашей программы. И не скучали. А Хабаровск, как вы думаете, город веселый, поддающийся вашим провокациям или нет? А вот этот провокационный вопрос, не знаем, не знаем. Посмотрим, да. Последний раз мы были у вас очень давно, лет, наверное, 9 назад, поэтому будем смотреть. Я думаю, что все будет хорошо, и что зрители у вас просто замечательные. Расскажите о себе. Вы представители династии цирковых. Да. Наш отец коверный, очень много проработал, был учеником карандаша. Да. Да. Очень долго отработал в Италии, встречался с папой римским, объездил полмира. А мы с братом учились в цирковом училище, закончили его, и уехали сразу работать в Италию. В Италии отработали, приехали и начали работать в российской государственной цирковой компании. А чем итальянский зритель отличается от российского? Ну, такой вопрос, наверное, риторический, да? Итальянцы все-таки поэмоциональнее. Ну, я не сказал бы. Не сказал бы. Они эмоциональнее в общении. А как зритель у нас... Горячий наш зритель, да? Да, очень горячий. Я в некоторых городах, ну, знаете, так, меняется зритель. Там как-то он более, может быть, искушенный, а здесь более такой, не знаю даже, как сказать. Ну, дело в том, что наш зритель, он, если видит, если ему нравится, то ему нравится. А там зритель более такой, не знаю, это все касаемо... Нет, касаемо... Там, знаете, какой юмор? Если тебя ударили, ты упал, они смеются в любом случае. А вот. А наш зритель, он понимает, что мы уже русские люди, поэтому... Да, более... У нас зритель более, он как бы приобщен к искусству, более, как бы вот... Да, это вот точно, да. У нас стационарные цирки, а там цирки Шапито. Да, Шапито, и они воспринимают более цирка, он такой, как табор, такой некий. То есть, приехали, цирк Шапито, и все. А у нас это как театр все-таки больше, он такое здание, то есть, именно постройки. И все, несет искусство в масло. Мне кажется, наверное, просто наш народ, он воспринимает все естественно. Вот если нравится мне что-то, значит, нравится. И от души люди аплодируют. Понимаете, вот эмоции, они идут именно от души, выражают свои эмоции наше публика. Вот, как говорят, словно, это не профессия, это состояние души. Согласна с вами. Ну что же, я благодарю вас за беседу. Удачи вам. И как это вы правильно желаете цирковым артистам? Перед началом. Ну, мы говорим с Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Александр, расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы стали акробатом и почему вы любите свою профессию? Акробатом стали мы в 2015 году. Возобновили свои, как говорится, новые силы, нашли в себе. И образовался... Ну, спустя 18 лет я не прыгал, а здесь как бы уже непосредственно в цирковой сфере решил вспомнить молодость, так называемую, можно так сказать. И начали создавать новый номер акробата на надувной дорожке. Основной номер у нас является гимнасты на турниках. Это очень древний, как говорится, жанр циркового искусства в цирке. Мы как бы исполняем трюки. Хочу добавить, что трюки они исполняют. У него есть партнеры, которые из сборной. И один партнер был на Олимпиаде. В 2014 году. И у него партнеры действительно все высокого такого уровня. У всех подготовка международного уровня. Да, ребята просто восхищают. На самом деле я выросла в цирке и я видела много гимнастов на турниках. Но ребята, они действительно удивляют меня, которые я уже все как бы видела в цирке. Но они удивляют именно своим мастерством и своими трюками, рекордными трюками. Очень какие смелые ребята. И на самом деле много репетиций у них. И вот Александр Викторович, он на самом деле уделяет много. 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 Продолжение следует... Это все на сегодня. Спасибо за то, что были с нами. Хорошего дня!